Открытие универсального спортивного комплекса в Яланцах. Первыми в колонии идут ветераны спорта, следом те, кто подхватил эстафету побед. Здесь, в Ольхонском районе, выросло много мастеров спорта, призеров соревнований разного уровня. Достижению высоких результатов не помешало даже отсутствие качественной инфраструктуры. Все это люди выросли в совершенно, я скажу, полевых условиях. Да, не было основы. Если мы делаем вот эти объекты современнейшие, качественные, очень короткий срок, я думаю, что слов мне тут что-то объяснять. Само понятно, мы ставим задачу приумножить те достижения, которые есть. Больше всего достижений в вольной борьбе и волейболе. Чем популярнее вид спорта, тем больше желающих им заниматься. Новый комплекс, работая в три смены, вместит всех желающих. Объект был построен меньше, чем за год. Такими же темпами идет возведение и другой спортивной инфраструктуры в регионе. До конца года будут введены бассейны в Черемхово и бассейн в Шерихово. И тоже с участием средств федерального бюджета строим плоскостные сооружения. Это многофункциональные площадки и хоккейные корты. Тоже около девяти объектов будет в этом году на территории Ирхудской области введено. И это только крупных, которые финансируются с бюджета всех уровней инициативы в развитии спорта проявляют у муниципалитеты. Вот стадион Ангара в городе Нефтехимиков. Сегодня здесь открывается новое футбольное поле. На трибунах в первом ряду те, чьи имена давно вписаны в историю футбола при Ангаре. Сейчас восстанавливается какая радость, какая прелесть для нас, ветеранов, которые мы здесь уже не 87 лет, а мне хочется выйти от русишек и побегать, поиграть, понимаете. Ангарский футбол всегда был, есть и будет. Это территория футбольная, хоккейная, поэтому это событие для нас очень важное. Поэтому я имел счастье играть на этом поле, когда-то оно было практически уже не полем, а огородом. Но тем не менее сейчас это все возрождается. Новое поле будут проверять в экстремальных условиях, под проливным дождем. Но на то они и легенда футбола, чтобы не обращать внимания на мелочи. Да еще и после такой встречи. Областной центр в микрорайоне юбилейный издает в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь есть залы для игровых видов спорта, настольного тенниса и даже бильярдная. На открытие приехала трехкратная олимпийская и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина. Говорит, каждое открытие такого спортивного объекта – это событие. И таких событий становится все больше. У нас такие программы идут и по линии Министерства спорта, идут по линии Министерства сельского хозяйства, по линии Министерства образования. Это программы софинансирования. Но сейчас и сами регионы стали очень включаться в эти программы. Я надеюсь, что в скором времени уже спортивные залы будут бороться за своих людей, которые посещают, и привлекать их интересными программами. Должно быть, ну, скажем, общим движением, чтобы мы спортивные комплексы воспринимали как обычную жизнь, как обычный стандарт жизни. Поэтому по всей области, вы знаете, сейчас и бассейны строятся, впервые вообще появился в Тулуне бассейн. И действительно, мы сдаем спортивные комплексы, уже со счета мы разбиваемся. Но, тем не менее, мы только начинаем эти движения. В Ирковске физкультурно-оздоровительные комплексы появятся во всех районах города. Кроме того, при поддержке правительства региона, муниципальные власти намерены привести в порядок уже действующие спортивные сооружения. Такие, как стадион «Автомобилист». Жители не останутся у нас без спортивных сооружений. Ирина Константиновна правильно говорит, это не просто мода, это должно стать нашим образом жизни. Якутяне активные, умные, сильные люди, им нужны спортивные сооружения. В завершение церемонии открытия почетные гости и представители различных спортивных федераций региона заложили у нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Аллею спортивной славы». Галина Тернева, Константин Синицын, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.